Здравствуйте! И вот очень бы не хотелось, чтобы тишина по поводу ликвидации стройплощадки на Солнечной 51 А действительно оказалась лишь попытка увильнуть от достигнутых с мэрией договоренностей и пропихнуть все же этот проект, несмотря ни на что. Оказывается, ведь даже после признания судом этой стройки незаконной, такие попытки предпринимались неоднократно. Когда мы посещали комиссию по землепользованию и застройке, то мы неоднократно видели тот момент, что хотели протащить решение о новой стройке с другими параметрами, с другим проектом. Изменение проекта и, соответственно, изменение застройщика. Там уже выступал некий классик, но из-за того, что жители постоянно присутствовали на комиссии по землепользованию и застройке, этот вопрос неоднократно снимался с повестки дня. По-тихому протащить не нужно? Да, да, да. Даже вот меняя проект, меняя параметры, меняя даже юрлицо застройщика, а неужели инициаторы этого всего не понимали, что в любом случае решение суда надо исполнять? Либо этому застройщику, либо если новое юрлицо приходит, то оно получает вот эту фундаментную плиту с обременением ее разрушить. Ну, я думаю, надеялись, что так это все замолчится, все забудется, потому что по-другому как. Самое интересное, что финтушами с заменой юрлица на стройки все равно, ну, не может ничего дать в плане неисполнения решения суда. Фундаментная плита же саморского монолита, он обязан ее просто демонтировать. И другое юрлицо не имеет права на ней строить, именно потому что это чужое имущество. А если купит он ее с таким обременением, как судебное решение о сносе, то тоже все равно должен будет демонтировать ее, ну, а уж потом начинать реализовывать свои проекты. Мороки и затрат при этом через край, но до последнего у нас все-таки вот шустрые типы ищут обходные пути, как бы проскользнуть между струек. Ну, вот как с этим бороться? Я считаю, что действенный вариант только один уголовные дела и выдача волчьих билетов на ведение бизнеса в Самаре бизнесменам, которым идут навстречу и предлагают разумные варианты, но которые сами напролом лезут, продавливают все-таки свое, незаконное. Если и сейчас подозрения жителей подтвердятся, что имеем счастье наблюдать очередные затяжки без реальных действий по улаживанию этой ситуации, то, значит, самое время настоять все-таки для прокуратуры взять инициативу в свои руки, ну и, наконец, возбудить уголовные дела в отношении всех лиц, которые под эгидой этого самарского монолита продолжают тянуть кота за хвост. Прокуроры на встрече, о которой рассказывают активисты, это же самое и обещали. Ну, вот пусть прямо в начале июня и подтягивать начинают те, кто не умеет держать свое слово и исполнять взятые на себя обязательства. Ну, а я уж продолжу эту ситуацию отслеживать. Что будет застройщик, если вот он до конца месяца, так ничего и не начнет делать, не предоставить никаких графиков. Да, были, были, что будет уголовное преследование. На совещании присутствовал заместитель прокурора города, и он взял слово и сказал, что если не будет предоставлен внятный график, обозначенный протоколом даты, соответственно, они начнут возбуждение уголовного дела и уже будут действовать крайне резко. В отношении застройщика. В отношении застройщика, да.